всем привет сегодня вам покажу как приготовить сыр но будем называть это сыром это сыр и дегейский так в общем то его называют это такая замена тем кто не может на атаке прожить без сыра нам понадобится всего три продукта это молоко молоко любое у меня магазинная по-моему три с половиной процента соль и сок одного лимона сколько в граммах и сейчас вам скажу и вот у меня есть вот такой термометр если у вас его нет не волнуйтесь расскажу как обойтись без него так приступаем выдавливаем сок из лимона ну вот смотрите из половинки лимон лимон оказался очень сочно у меня получилось 20 20 грамм и нужно разбавить один к одному что получилось 40 миллилитров примерно вот так один к одному разбавляем сок лимона дальше ставим молоко на огонь выливаем молоко в кастрюлю ну желательно чтобы стенки на куту толстостенная посуда у вас было и включаем огонь и ждем девчонки пока появится вот пузырьки вот только-только она начнет закипать если даже она у вас закипит ничего страшного просто снимите пенку и ничего страшного не произойдет ждем от молока не отходите и вот периодически вы помешиваете чтобы она там не пригорела значит я предпочитаю соль добавить сразу вот я беру крупную соль вот такая неполная ложка добавляю сразу в молоко некоторые делают после того как уже сольют сыворотку я потом расскажу в тот момент когда это буду делать когда бы так как добавить соль и вот ждем когда она начнет закипать если есть термометр то градус должен быть 93 помешиваем периодически смотрим температуру вот она уже 70 градусов смотрите видите запузырилась и появилась такая пена стала появляться вот вот она закипит все вот берем в левую руку ложку начинаем помешивать вот так по кругу и тоненькой тоненькой струйкой вливаем при этом огонь у нас на минимуме тонкой тонкой струйкой тонкой тонкой струйкой и смотрите за жидкостью чтобы если начнет отходить сыворотка такая зеленоватая прекращайте добавлять лимонный сок у меня еще нет выливаем весь и начинаем варить до момента когда у вас отделиться сыворотка у кого-то это сразу произойдет все зависит от молока все зависит от кислоты должны образоваться хлопья смотрите видите уже хлопья образовываются и в общем-то сыворотка отделилась и можно выключать огонь все теперь мы этот образовавшийся сыр будем откидывать вот здесь у меня дуршлаг посудина какая-нибудь и марля у меня здесь два слоя достаточно и теперь аккуратненько эту творожную массу мы откидываем на дуршлаг так вот посмотрите вот так вот получилось вот пока горячее вы насыпаете сейчас половину соли потом переворачиваете и насыпаете вторую часть соли это вот более такой момент возня я вот сделала вот так теперь это должно постоять вот так вот полчасика чтобы вся лишняя влага из сыра ушла мы посмотрели у нас жирность молока 16 процента люпиды посмотреть поэтому понимаете даже из молока 16 процентов это получается поэтому смело делаете из молока два с половиной ты 32 процента и это будет такая хорошая замена вот потребности в все ждем полчаса так значит прошло прошел у меня час девочки значит смотрите пленка я ее смазала растительным маслом и сейчас я это заверну и оставим на ночь и завтра я вам открою покажу что из этого получилось сыр отлежал холодильнике ночь сейчас мы развернем и посмотрим на срезе вот такой получился сыр посмотрите уже нет на вкус вот кто любит адыгейский сыр очень очень похож вполне себе замена сыру можете сделать и наслаждаться худейте с удовольствием всем пока теперь мы идем на прогулку кто с нами вперед молодцы пошли с нами на прогулку я надеюсь есть и кто с нами любит гулять конечно и девчонки писали так что и досидели данных до этого момента пойдем погуляем сегодня мы гуляем в городе квартира солнце такое в облаках океан достаточно такой бушующий не жарко градусов на 25 красота там ничего не видно против солнца поэтому сейчас развернемся в другую сторону будем снимать вот как определить что все я похудела удела мне достаточно всех по-разному но в основном конечно ориентируется на весы я например ориентируюсь я вообще практически не взвешиваюсь чувствую там чуть-чуть что-то как-то не комфортно значит чего-то лишний килограмм вот как ты лёша определяешь я верю только весам я не верю не разговором что тебе ходить достаточно особенно любят вот знакомые ли там друзья сказать ой вы как исхудал там как будто они знают сколько нужно похудеть я вот все задумал тему отдельного видео сделать как определить сколько должен весить человек ну вот сколько массы тела кто не терпит тут уже может пойти поискать как определить а я попрос расскажу как это все можно в цифрами посчитать сколько вы должны висит на самом деле они то что вам сказал ваш сосед или подружка не нужно должен ведь ты тоже какие-то рамки людей загонять вот допустим там кто-то считает так что рост там 160 минус плюс минус там 12 вот в районе там 58 килограмм человек должен весить а если он в этом весе себя чувствует он хочет 55 вещь вот вот и про это я хотел говорить что ну это опять тема того разговора что ну вот и там граница нет и про это расскажешь отдельно сейчас мы самое главное девчонки мальчишки не паниковать вот кто-то говорит ой я вот на атаке и там три килограмма вначале сбросила и все вес стал мы уже много-много раз об этом говорили что да сначала уходит вода 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 это эти три-четыре килограмма не обольщайтесь никакой жир у вас не уходит это вода конечность там в 25 лет возможно я не знаю я но дело все в том что первое что уходит это вода и не ждите что вы начнете худеть именно там где вы хотите где мы хотим там в районе живота бедер и так далее нет у кого-то похудеет сначала лицо у кого-то сначала ноги похудеет в общем пути худеет все если конечно вы будете там заниматься определенными там с инструктором делать какие-то упражнения здесь подкачать там убрать это другая история мы сейчас говорим про наш с тем как мы худели это значит питание по дюкану и ежедневные прогулки но еще у лёши велосипед я там еще делаю приседания ну в общем как-то так поэтому наберитесь терпения и вот у нас прям на подходе мы скоро сделаем такой плейлист где будет все понятно но смотрите там вот листайте старые видео там очень но очень много интересных рецептов и на таку и на закреп и на очередование да просто для жизни допустим есть борщ-борщ казалось бы там картофель а я там приготовила больше без картофеля и практически и сейчас я готовлю без картофеля и никто никогда не скажет что я могу не хватает поэтому смотрите та же самая еда только здоровая как сказать мне не вредная для организма на вкус она даже лучше чем чем обычная но не диетическая да и мы очень много раз говорили что диета у многих ассоциируется с тем что ты будешь голодный ты будешь чего-то хотеть есть еще есть масса рецептов десертов каких-то перекусов то что вы можете есть без вреда для организма и для вашей фигуры поэтому самое главное не лениться готовить и тогда все все у вас будет получаться все будет хорошо и готовьтесь к тому что будет несколько периодов зависимости конечно от вашего веса когда вес будет вставать на вам кажется что намертво вот в этот момент нужно вот начинает нервничать начинает там заедать еще что расслабиться пустить ситуацию да сейчас я вот так питать но и готовьтесь к тому что если вы уж и вы способны набирать вес это ваш такой конек да и поэтому готовься к тому же риск да вы не сможете есть там булочки торты в неограниченном количестве вот . хотел сказать да пока наверно хватит не будем вас грузить до всем хорошего настроения до скорой встречи пока . . . . . . . .